У нас еще вчера в нашей группе «Страна.ФМ» появился пост о том, что ты к нам приходишь. И уже столько репостов, что... Ого-го! А сколько лайков? Я очень рад. Твой фан-клуб не дремлет. Смотри, ты был у нас, я посчитала, последний раз ровно пять месяцев назад. Дело было в марте. Рассказывай, как время провел. Время просто улетело. По-моему, так быстро. И даже не верится, что это так давно уже было. Но я очень рад, что я опять к вам в гости. И очень много, конечно, сделал за это время. Ну, самое главное вот дело, которое ты осуществил, это вот твоя последняя песня, твой свежий трек «Южные ветра». Мы, кстати, сегодня будем презентовать и песню, и клип. Буквально вот через некоторое время вы можете своими глазами увидеть и услышать новое творение Маркуса. Да, ну а пока мы не начали задавать Маркусу свои вопросы, каверзные и все такое, я хотел бы вам сказать, друзья, дорогие телеслушатели и радиозрители, что в нашей группе «Страна ФМ ВКонтакте» есть специальный пост, в котором вы можете задать вопрос своему кумиру, и мы обязательно его озвучим. А Маркус ответит, вот, давайте, дерзайте. Так, ну что ж, возвращаемся к тебе. Как проводишь лето? Вот мы в Москве его по-разному проводим. Оно проходит. Оно началось только реально в августе, потому что тепло, вот только первая неделя. Это точно, потому что не верится, что есть лето. Просто есть такое ощущение, что все время этот 10 март, просто так как будто тепло, холодно, тепло, холодно, но не жарко. У тебя лето было, скажи, пожалуйста. У меня лето было, я был на отпуске, я был в Лос-Анджелесе в июне. Конечно, я слежу за твоим инстаграмом, и я видела эти гламурные фотографии у Маркуса Рива, когда я тебе реально завидовала. У нас здесь 10 градусов тепла, а у Маркуса пустыня, кактусы. Жара, 40 градусов. И ты знаешь, мы собирались всей радиостанцией вокруг одного... Кактуса? Нет, вокруг одного телефона и грелись от твоих фотографий, прям грелись. Я очень рад, что есть такая возможность погреть вас как-то хоть так. Что это делало в Калифорнии, помимо того, что вкусно ел, это видно из твоего инстаграма, и отдыхал? Да, я бегал утром, один утро я бегал так. А вдоль океана? Да, там океан вообще. Там невозможно ни просыпаться в 6 утра, ни сходить на океан, ни бегать. Там просто так красиво, так хорошо. Но я бегаю-бегаю, так сонный такой, и смотрю, Арнольд Шварценеггер так приедет на великовку. А Арнольд смотрит, о, Маркус. Он, наверное, смотрит, о, что за худой такой, надо подкачаться. Это Маркус оглядывается, Арнольд Шварценеггер уже в шоке, в обмороке лежит от встречи с такой звездой. Друзья, скоро вернемся к вам и продолжим диалог с Маркусом Ривой. Обязательно. Он обещал к нам прийти, он нас не обманул. У нас сегодня в студии знаменитый певец из Латвии. Вот прямиком к нам прилетел. Маркус Рива, доброе утро. Доброе утро всем еще раз. Ну что, мы остановились на твоем потрясающем отпуске, который было в Калифорнии, но это уже, так я понимаю, одни воспоминания, да, сладенькие? Тоже так далеко уже, не знаю. Но ты там поработать успел? Я успел чуть-чуть поработать, потому что я иногда работаю тоже как диджей, там играл в одну тусовку. И еще снимал еще один новый клип на англоязычную песню With You, которая тоже уже есть в сети, все, кому интересно, можно посмотреть. With You? Я. Тоже, опять же, автор ты. С тобой, да. В принципе, почти все свои песни ты сам пишешь. Ну, не могу сказать, что 100% все, но, в принципе, пытаюсь, потому что мне очень важно, если я тоже начинаю записывать какую-то песню, которую я сам не написал, если нету какой-то эмоциональной связи, тогда очень сложно записывать. А я читала, Маркус, у тебя какой-то такой забавный подход к написанию песен, то есть ты говоришь, что иногда ты специально садишься, создаешь для себя такую, знаешь, специфик атмосферу, атмосферу, да, что вот сейчас Маркус будет писать песенки. Я вчера хотел так, знаешь, у меня было такое настроение, у меня есть одна песня, которую я хочу уже дописать. Дописать, и так гулял, гулял, только прекрасно. Ну, вчера прилетел только в Москву и так гулял, думал, что, ну, надо вот сейчас будет сидеть и там. Собраться и доделать. Думай, думай. Не приходит музыка. Устал, гулял по Москву, так прекрасно, погода прекрасная, и хотелось погулять, и устал, ничего не получилось, и засыпал, все. А какая публика вот в Америке? Ты говоришь, что ты играл, ты диджей, какая публика? Вот где еще, с какой публикой можно сравнить, где ты играл? Благодарная, неблагодарная, отзывчивая. Ты имеешь в виду американцев? Да, да. Мне кажется, когда звучит музыка, тогда неважно, какая публика, какая национальность и так дальше, потому что музыка, это, ну, конечно, звучит очень банально, но все-таки это такой... Интернациональный вещь. Интернациональный язвик. Слушай, а свои песни ты используешь? Вот, я тоже хотел спросить, вот тоже хотел спросить. Девушка с глянцем. Да, или там красиво сильно. Да, или красиво сильно. Всегда, конечно, очень интересно, потому что я понимаю, что не все знают мои песни, тогда интересно посмотреть, кто знает, кто, может быть, не знает, но как-то подключается, ну, как будто начинает там... И как, и как. Или включает Шазам там что-то, это очень интересно, да. То есть ты используешь этот приемчик? Да, конечно. Ага. Слушай, ну ты, конечно, молодец, потому что очень часто люди, когда занимаются творчеством, говорят, там, я певец, все, я пишу песни, но Марк, смотри, и диджей, и певец, и на фонаре. На фортепиано, я так понимаю, ты хочешь записать альбом, где ты будешь играть на фортепиано и петь. Ну да, что-то такого, тоже акустично, минимализм, что-то такого тоже хочется сделать. А ты профессионально играешь? Если кто-то мне сейчас сказал, вот, играй нам что-то, там, шопиано или там что-то такого, я, конечно, не смог, но раньше я был реально такой пианист, который ездил тоже по всяким конкурсам, но потом я поменял школу, и там начинал учиться как дирижер, и получил диплом после школы как дирижер. С ума сойти, еще и дирижер. Хотя, смотри, насколько я знаю, ты единственный в своей семье такой творческий, да, у тебя, там, брат, недалеко, два брата, да, а творчество, и мама у тебя преподаватель латышского языка и литературы. Да, да, да. Но, получается, мама у тебя в отдел музыкальной... Вот сколько? Много ты знаешь. Ой, я еще много всего знаю. Пятерка! Пятерка тебе! Как так получилось, что все далеки от творчества, а Маркус за всех отдувается, да? Я вообще не знаю, потому что я так родился, и все, сразу, не знаю, поключился на телевизор, смотрел, там, Лайма Вайкула поет, все, не знаю, смотрел, и сам хотелось уже... Поет Вайкуль, мир остановился, да? Да. Поэтому, не знаю, как-то уже сам начинал, там, играть в театр, на танцы, и все, сам захотелось, и сделал. Захотел и сделал. Мне нравятся эти слова. Это прекрасный лозунг. Мы вернемся к нашей беседе буквально через несколько минут. Какая у нас сейчас песня будет, Никита? У нас сейчас будет замечательная песня под названием «Реклама». Отлично. Всем еще раз доброе утро. Напомню, что у нас в студии сегодня. Ну, действительно, красавчик. Ну, что уж тут говорить. Маркус Рива, кстати, вспомнила еще по нашей мартовской встрече «Большой любитель сырников». Я вчера вечером подумала, думаю, ну, надо... Приготовить и принести. Правда, ребят, думаю, ну, надо приготовить, понимаешь, ну, не смогла. Тогда тебе за подготовку к сегодняшнему эфиру четвертую. Уснула и думаю, Бог любит троицу, в третий раз к нам придешь в гости, и я соберусь... Ну, это уже так приятно, что ты вспомнила. Это очень круто. Я сделаю, я сделаю. Ну что, друзья, я призывал вас в группу «Страна» по моему ВКонтакте задавать вопросы Марку Суриве. И вот Яна Труфанова, собственно, так и поступила. Говорит, привет, Маркус. И Яна тебе говорит, поздравляю тебя с очень красивым новым клипом, снятым в Лос-Анджелесе. Вопрос. Дай характеристику предстоящему новому альбому на русском. Каким он будет? Сложный вопрос, но все-таки легкий. Потому что все-таки мои песни там «Красивый сын», «Ты влюблена», сейчас был тоже «Девочка-зунянца», «Южные ветра». Это все про женскую красоту. Поэтому этот такой альбом будет очень позитивный, модный. Хочу сказать, что все-таки музыка будет модной попса и танцевальная. Здесь тебе помогает, конечно, музыкальное образование очень здорово, да? Со вкусом у тебя все в порядке. Да, Чайковский вообще так вдохновляет на модную попсу. И он будет такой, я хочу, чтобы люди, которые будут слушать этот альбом, они будут, не знаю, неважно, где они будут слушать, но чтобы, когда они слушали эту музыку, чтобы они улыбались. А вот скажи, такой вопрос. У тебя, в принципе, вот песни, по большому счету, о любви, о взаимоотношениях, о красивых девушках, о том, как мальчик к девочке относится. А нет ли желания записать какую-нибудь вот прям балладу-балладу? Страдательная? Да, у тебя же все такое вот ритмично. Даже если о любви, но все равно веселое такое. А так, чтобы девчонки слезу платочком сбакивали. Нет, Краймей Рива это все-таки тоже такое. Тунг-тунг-тунг-тунг-Рн-Ми, что такое? О, Краймей Рива. Такое-нибудь, что-нибудь миладзовское такое. Есть, конечно, желание, и я что-то такого уже записывал тоже. И думаю, что в альбоме тоже, конечно, будет медленные песни тоже, чтобы все-таки... Чуть-чуть слезы. Да, я тоже люблю погрустить иногда, чтобы так. А девчонки любят... При этом сжимают крепко кулаки сейчас, Маркус, чтобы вот так вот. Интересно было бы меня посмотреть, кстати, как ты грустишь. Ну, знаешь, о чем я думаю с вчерашнего вечера? Я узнала, кстати, до этого я об этом не знала, что ты в детстве был толстым... Ну, да. ...неуверенным в себе, и что тебя там дразнили одноклассники, и что это было реально, как вы говорите, проблем для тебя. Это была бы большая такая проблема. Почему я об этом спрашиваю? Потому что когда человек вырастает и превращается вот в такого красавца, как-то уверенного в себе, да, профессионала, хочется узнать, ну, как ты над собой работал и что ты сделал, чтобы... Ну, да, что поспособствовало? Принципа — это, конечно, кто-то думает, что... Ну, каждому так было в детстве, что там не было, конечно, всего приятно, но... Мой случай — это было то, что как-то очень сложно было с этим жить, и даже реально думал про там такие вещи, которые я не хочу сейчас сказать, но все-таки я смотрел как-то на будущее, что я хочу все-таки сделать то, что я хочу, заниматься музыкой, и не важно, что там про меня думает, или кто-то ненавидит меня, или то, что такое. Вот мой совет тем нашим слушателям, которые сейчас действительно грустят, в какой-то депрессии находятся, может быть, да, проснулись и как-то вот не в настроении. Как себя сделать? Что сделать, чтобы жить в кайф и идти вперед? Надо найти вот этот смысл, почему жить, и что тебя вдохновляет, что тебя дает большой радость. Для меня в это время и до сих пор это, конечно, музыка, и я полностью сделал все, что я смог, чтобы стать музыкантом, чтобы... А сколько еще впереди? Да. Да, и, кстати, наш разговор еще впереди, мы вернемся сразу же. Да, и музыка вдохновляет, так же, как телерадиоканал «Страна.ФМ», потому что у нас прекрасная музыка, друзья, оставайтесь с нами, скоро вернемся. Утро страны. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Но не может быть плохо, когда у тебя утром в гостях Маркус Рива. Всем доброго утра, присоединяйтесь к нашей беседе. Маркус улыбается своей улыбкой. Я помню, как я в марте восхищалась. У тебя была такая меховая накидочка, шубка такая, помнишь? А сегодня тоже модная такая рваная рубашка. Это вообще, я купил в Лос-Анджелесе и все время хочу одеваться. Снял с Арнольда Шварценеггера, который мимо проезжал. Это какой-то вообще бомж-стайл, но сейчас такого модно. Да, мне тоже очень нравится. У нас есть вопросы? Да, есть вопросы от слушательницы. Последняя цифра номер 8803. Слушательница, не знаю, не представилась. А, Маша, внимание. Значит, Маша задает несколько вопросов в одном. Значит, во-первых, что лучшим отдыхом для тебя является? Море или горы? Вот не дает тебе выбора, море или горы. Море, конечно. Море. Какой любимый напиток, спрашивает Маша? Наверное, кофе. Кофе. Много? Много? Чтобы бодриться. Много кофе и просто вода. Я тоже. Дай пять. Вот дальше, значит, радио или телевидение? Все-таки радио. Все вместе теле, радио, канал страны. Все вместе. Я подсказываю. Все вместе. Вот, Маша еще мечтает у тебя выпытать такой нюансик. Какая будет следующая локация для съемки нового клипа? Может быть, локация мечты, место мечты для съемки клипа? Я бы, конечно, хотел снимать клип в Исландии. В Исландии. Гейзеры. Или в Австралии. Где много-много диких обезьян. Ну да, что-то такого. Но, конечно, я уже думаю про следующий клип, который я буду снимать в сентябре. В сентябре будешь снимать, да? Уже есть материал? Есть материал, есть идея. Но пока думаю, либо в Москве, либо в Риге буду снимать. Ну зачем так далеко? Австралия. Прекрасных сколько мест в России. Сколько павильонов вообще для съемок. Для съемок прекрасных, действительно. Какие у нас города. У нас там Карелия, есть киносреспублики, Алтай, Самара, Саратов. Конечно, поехал в Кострому и на Центральной площади снял Петель. Мы, кстати, про мечты заговорили. Я где-то прочитала, что у тебя в планах прям весь Олимпийский взять. О, ну, конечно, это было бы глупо не мечтать об этом. Но, конечно, надо чуть-чуть поработать, чтобы это все случилось. И поэтому я, ну... Сколько хочется, чтобы максимальное количество зрителей к тебе пришло? Ой, ну спросил ты. Ну, а почему нет? Может быть, если Олимпийский есть, то... Даже не знаю, сколько там местах, но, может быть, 40 тысяч. Говорят, что нужно произвести, чтобы сбылось. Конечно. Сколько людей на твоем сольном концерте? Посылаем запрос во Вселенную. Пусть 50 тысяч. 50 тысяч. А вот смотри, урода Стюарда в Рио было 4 миллиона. Давай сразу же так. 5 миллион. Молодец! Отлично! Вот так и будем мечтать. Скоро вернемся, друзья. Всем доброго утра. У нас в студии Маркус Рива. И вот буквально перед территорией машин мы намечтали 5 миллионов зрителей на сольный концерт Маркуса. Кстати, твои мечты сбываются. Я это заметила. Читал одно твое древнее интервью, в котором ты написал, что хотел бы попробовать себя в роли телеведущего. И неважно, там, на латышском, на русском языке. И у тебя это получилось. Расскажи подробнее. У тебя новый проект. Да, это точно. Потому что сейчас в осени тоже начинается новый телепроект в Латвии с названием X-Factor, который уже известен по всему миру. И я буду там в роли ведущего. Поэтому очень интересно, очень жду уже в следующей неделе. Это первый твой опыт. В принципе, я уже работал когда-то в телевидении, но какое-то долгое время ждал еще свой проект. Потому что было уже несколько предложений, но я как-то не до конца хотел прямо это. Но X-Factor это такое шоу, которое я сам смотрел, сам... Мечтал там участвовать, да? Мечтал участвовать и мечтал тоже когда-нибудь быть там как ведущий. Кастинг был у тебя? Кастинг был тоже, да. Это и у меня был, и у участники уже есть кастинг. Но это очень приятно, что они выбрали именно меня. И мой плюс, конечно, был то, что я участвовал сам в очень похожий проект, который был «Хочу к Меладзе». И тоже... И ты знаешь, что испытывают участники, да, когда они дрожат от страха вот этот момент. Да, я буду как-то успокоить, что все будет хорошо. Не волнуйся, как уж там настроение, всего такого. Я буду, не знаю, использовать свои лучшие... Психологические навыки. Маркус, скажи, пожалуйста, ну вот ты певец, ты диджей, ты много-много еще чего, ведущий теперь. Скажи, какие еще смежные, может быть, профессии хотелось бы в будущем освоить? Там, не знаю, стать актером. Технолог. Изюмин. Блогик, да, строитель. Нет, вот именно, то есть ведущий есть, телеведущий, может, радиоведущий, там, актер, сняться где-то в кино и так далее, и так далее, и так далее. Я бы хотел сниматься в большом кино, это то, что я уже давно мечтаю, и я в театр уже играл тоже, но как-то хочется попробовать себя... Драма или комедия, вот если выбирать? И то, и то. Ах ты как? Потому что, не знаю... Хочу и то, и то попробовать. Сейчас у нас на носу премьера нового трека и клипа. Макус, давай прямо от себя, вот так, чтобы всем сейчас захотелось включить, посмотреть и послушать. Южные ветра, да. Южные ветра, это то, что наконец-то наступило тут тоже в Москве. Я чувствую, что сегодня будет очень жаркий день, и пусть этот день начинается со стороны FM и с песней Южные ветра. Хорошо сказал. О, да. Ну что, друзья, давайте все подключаться, делать приемники и телеприемники погромче, потому что сейчас премьера. Маркус Рива. Южные ветра. Папа, помогите, но почему-то хороша. Ее улыбка, четвертый день, я песна. По ветерам пик воин, она много читает, как лагита ночью. Ей лучше быть одной, никто не узнает, что ей нужно больше. Не смотри в ее глаза, она может погубить, тебе может погубить. Только не смотри в ее глаза, она может погубить, тебе может погубить. Не понял сразу, как в тумане яркий свет Что ты играла, кажется мне я ослеп Но почему теперь ты не отвечаешь На звонки и почту А кто мне даст ответ? Тебе обещаю, не влюблюсь я больше Не смотри в её глаза Она может погубить тебя Не смотри в её глаза Она может погубить тебя Не смотри в её глаза Она может погубить тебя Не смотри в её глаза Она может погубить тебя Ну прекрасно Свершилось Состоялась премьера песни Премьера клипа Маркуса Рива Хотел спросить, как тебя? Всем сегодня на пляж Обязательно Мы прямо после эфира едем Слушай, ну вы хотели же назвать песню Я сейчас работаю с другими Разными режиссерами Которые мне помогают создать картину Ну всё Но снимание Всё очень прикольно Воды нахлебался? Да, но там было страшно холодно Честно Потому что этот бассейн Они там закрыли уже на реконструкции Мы в последний день там снимали Ну видно, он такой немножко потёртый Ну да И вода там тоже не самая чистая И не самая тёплая И поэтому как-то замёрзь Вы посмотрите просто на что идёт Маркус Рива Ради искусства Молодец Что хочу сказать, красавчик Движешься в правильном направлении Спасибо Желаем тебе записать альбом Желаем тебе стать самым крутым Классным ведущим Спасибо И не только Ну и желаем вернуться к нам, конечно Обязательно И уже с альбомом Да, договорились И как я тебе обещала в первый раз Вот во второй раз В сырники С сырники Я обещаю Спасибо тебе огромное Хорошего дня С нами был потрясающий Маркус Рива, друзья Ну а мы к вам вернёмся Через несколько минут Со спортивными новостями Которые мы подготовили Совместно с издательским домом Спортэкспресс Обязательно дождитесь